МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Пресс-конференция мэра города и руководителей предприятий. Митинг, посвященный 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Десятый фестиваль искусств прошел в филиале Донского педагогического колледжа. В соответствии с рейтинговой оценкой эффективности деятельности муниципалитетов Ростовской области по привлечению инвестиций по итогам 2012 года Азов занял второе место, за которое городу был вручен грант в размере 3 миллионов 600 тысяч рублей. Мэр города Сергей Бездольный провел пресс-конференцию с журналистами, в которой также участвовали руководители промышленных предприятий-инвесторов. Я думаю, что руководители, которые здесь находятся, они подтвердят аксиому о том, что там, где есть сбалансированная политика, направленная на развитие экономики в долгосрочной перспективе, там есть возможность и интерес развиваться и двигаться вперед. Предприниматели активно осваивают территорию промышленных зон с развитой инфраструктурой. Очень положительно сказалось на то, что мы начали вести реконструкцию наших водных канализационных сетей. И для развития на промзоне промышленного кластера были реконструированы водоканал, было построено КНС, канализационная станция. Надо себе представить, для того, чтобы там это все развивалось, и правительством области, и городом вкладывались бы большие деньги, чтобы эту инфраструктуру построить и дать возможность там развиваться предприятиям. Строительство машиностроительного индустриального парка планирует российско-чешское предприятие МТЭК «Васвитмасс». Объем инвестиций составит около 3 миллиардов рублей. На данный момент в различных направлениях мы вложили уже порядка 600 миллионов на развитие. Как вам известно, наверняка в прошлом году мы открыли сборочное производство, все присутствовали. Мы вкладываем также в развитие нашего кадрового потенциала, активно ведем работу с АТИД и ГТУ. От 6 марта открыли лабораторию резания на базе АТИД и ГТУ. На совместном российско-немецком предприятии «Донпрессмаш» за три года планируется реализовать новый проект стоимостью 1 миллиард 200 миллионов рублей. Продолжаем. Традиции, заложенные в нашем городе 50-х годов, это производство оборудования по листу обрагов. На данный момент, в принципе, тоже как в сфере производства данного оборудования являемся тоже некими флагманами единственного предприятия в России, которое производит оборудование такого класса. Фриталэй-мануфактуринг продолжает активно развивать агропрограмму с целью полного перехода на местное сырье. Заканчивает модернизацию станции водоочистки. С момента старта в 2009 году мы удвоили мощности. И вот в этом году мы выходим на номинальные мощности, когда полностью линия 100% утилизирована. Но и этот год непростой, потому что сейчас у нас очень мощно идет строительство склада сырья и материалов. Азовский оптикомеханический завод сегодня имеет не только устойчивое финансовое положение, но и амбициозные планы. Мы начинать будем строить еще совершенно новое производство, которое сегодня не существует в нашей стране. Так называемые МЭМСы, микроэлектронные механические датчики. То есть это совершенно новые технологии, которых на сегодня разрабатываем совместно с ведущими институтами страны, с Академией наук и так далее. То есть взялись за то, что пока никому не удалось. Азовская кондитерская фабрика открыла 25 филиалов в России. В стране и за рубежом ценят ее продукцию. Скоро появится возможность попробовать новые виды сладостей. В прошлом году, начало этого года, запустили абсолютно новый проект. Инвестиции составили порядка миллиарда рублей. Это мармеладное, конфетное, желейное направление. То есть создаем уже конкуренцию таким крупным игрокам, как Ротфронт, Славянка, по стране. В ближайшем будущем перспективы на следующий год также новые линии. В принципе, активно растем и развиваемся. Азов постоянно находится в числе лизеров по привлечению инвестиций, что стало результатом планомерной комплексной работы. Предприниматели отметили постоянную поддержку администрации при решении возникающих проблем. Что касается покупки земельного участка, присоединения к внешним сетям, будь то водоотведение, снабжение, электро-газоснабжение, конечно же, это все решалось с помощью администрации. Заключение договоров. Договора тоже, в общем-то, они бывают разные, выгоднее, невыгоднее. Все это консультации, помощь. Александр Истомин, Татьяна Ивашенко, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Вчера в городском дворце культуры состоялось собрание Всероссийского общественного движения «Матери России» города Азова. Крепкая, полноценная семья всегда была опорой государства. Главной темой обсуждения стала профилактика социального сиротства. Членами комитета являются многие известные люди страны, которые готовы поддержать в решении проблем каждого обратившегося. Рассматривались все вопросы, начиная от помощи в сборе средств и заканчивая юридическими аспектами. Сергей Бездольный посетил Азовский участок ООО «Газпром» «Межрегионгаз» «Ростов-на-Дону» и остался доволен работой предприятия. Сегодня утром глава городской администрации Сергей Бездольный посетил Азовский участок общества с ограниченной ответственностью «Газпром» «Межрегионгаз» «Ростов-на-Дону». В сопровождении исполняющей обязанности начальника участка Натальи Бембиновой он осмотрел новый офис, поговорил с посетителями. Просторная площадь здания позволила увеличить количество мест приема абонентов, оборудовать место для отдыха. Со специалистами мэр обсудил возможности снижения платежей населения за потребленный газ. «Не все регулярно платят и в этой части, я думаю, нам совместно надо позаниматься этим вопросом и обратиться к квартальным комитетам с тем, чтобы они напомнили жителям своих микрорайонов. И газовая служба, наверное, более активно сейчас будет уведомления направлять». Сергей Бездольный выразил уверенность в результативности совместного сотрудничества между администрацией и Межрегионгазом. Подвел итоги своего визита. «Мне сегодня очень важно посмотреть, как работает абонентская служба Азовского участка Межрегионгаза. Она переехала в это здание, уже там больше года работает. И раньше были жалобы на то, что тесно, на то, что не хватает операторов. Я сейчас посмотрел, слава Богу, улучшилась ситуация. Но я не увидел очередей, не увидел какой-то загрузки. Спокойная такая, доброжелательная обстановка». Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Дмила Улихина, Азов. Чтобы ликвидировать проблемы очередей в детские сады, управлением образования было принято решение перевести начальные классы из 30-го и 33-го детских садов в общеобразовательные учреждения города. Проблема отсутствия свободных мест в детских садах до сих пор остается актуальной. Для того, чтобы решить этот вопрос, администрация города вместе с управлением образования решили перевести начальные классы из 30-го и 33-го детских садов в общеобразовательные учреждения города. Появится 150 свободных мест. «Благодаря сокращению школьного обучения в этих двух детских садах порядка 150 мест в детских дошкольных образовательных учреждениях. Это дополнительно. То есть это программа, которая сегодня поможет нашим молодым мамам привезти детей в детские сады». Эта реорганизация поможет решить проблему очередей в детские сады для детей от 3 до 5 лет. На данный момент таких малышей, которые ждут долгожданного свободного места, 156. «Сейчас идет серьезная программа, которая исходит от президента, от представителя правительства, губернатора Ростовской области, о том, чтобы мы до 2015 года 100% обеспечили детей детскими садами. Откровенно говоря, мы этим вопросом начали заниматься достаточно давно. Еще в 2006-2007 году. И часть групп школьных, которые были в детских садах, мы уже вывели в школу». Дети привыкли жить в условиях детского сада. Многие из них – бывшие воспитанники этих дошкольных учреждений. Для того, чтобы не травмировать учащихся при переходе в школу, классы не будут расформированы. Более того, преподаватели переведут вместе с детьми. Две школы города – вторая и девятая – уже в сентябре примут своих воспитанников. «На образование у нас в бюджете громадная сумма, поэтому в рамках этих сумм давайте думайте, ищите резервы какие-то, потому что я не знаю, сейчас у нас очень много вопросов, которые необходимо решать дополнительно по новым детским садам, по строительству, по 29-му детскому саду, по софинансированному». В освободившихся классах сделают капитальный ремонт и подготовят группы для маленьких воспитанников. В настоящее время на очереди в возрасте от полутора до трех лет состоит 900 детей. Проблема нехватки мест в детских садах решается за счет строительства новых и реконструкции старых дошкольных учреждений, которые возвращены в муниципальную собственность. Олеся Синко, Александр Истомин, Азов. Сегодня в Азове состоялся митинг, посвященный 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая в мире радиационная катастрофа продолжает уносить жизни тысяч ликвидаторов последствия взрыва 4-го энергоблока. 28 лет назад в Чернобыле произошла крупнейшая в мире радиационная катастрофа. Многие ликвидаторы первого и второго потока не знали, что попадают под облучение. Когда Александр Турчанинова вызвали в военкомат, он предположил, что его призывают на военные сборы. Не сказали, что на Чернобыль, а сказали на предпотоку Волгоград. Мы поехали в Волгоград, семья мне проводила утром рано, два сына, жена. Но я ощущал, кажется, своим умом, что это не конца просто сборами. Отбор для работы в зоне радиации был жесткий. Главное условие – наличие одного или нескольких детей. Если будут дети, рожденные после радиации, то могут родиться нормальные. Но у детей дети будут, уже будет брак наследства. 33 выхода было у Александра Анатольевича в зону реактора. Его бригада участвовала в непосредственном строительстве саркофага. Защиты не было практически никакой. Еще в армии Александр Турчанинов служил на флоте, обслуживал атомные подводные лодки и точно знал, что такое радиация. И что от нее не защититься обычными прорезиненными костюмами, которые зачастую тоже не выдавали. У нас костюмов таких не было защитных. Была только одна ХБ, там, солдатская форма, и все. Благодаря своим знаниям Александру удалось достать специальный материал для защиты от радиации. Я знаю, что такое радиация, что такое облучение. Я специально попросил нашего командира, нашего роты, попросил, чтобы он, конечно, за награждение, приобрел два костюма хороших, которые для специальной разведки повышенной зоны радиации. Не обыкновенный костюм АЗРК, этот костюм резиновый, а в разведке радиации. Я с них шил себе и другу своему, шил этот костюм, ну, это жилетка и плавки. Совпадение это или нет, но только он и его товарищи живы до сих пор, благодаря его находчивости. Остальные члены бригады ушли из жизни в течение шести лет. Влияние облучения ощущалось сразу. Сон очень сильно тянет. Тошнота, привкус во рту металлический, постоянный, господи. Ну и большая усталость, господи. В зависимости от дозы получения. Некоторых ребят, которые слишком большую дозу получили во время пребывания, их срочно отправили в госпиталь, в Гомель. До сих пор дают о себе знать последствия полученной радиации. Силы ушли, движение не то, координация не та. На год два раза ложусь в больницу в неврологию, потому что очень головные боли адские. Все посыпалось и все высыпалось. Даже мои зубы, которые были там, крошились, высыпалось и все. Ну а сейчас только, ну не вставные, но на этих, как на шурупах сидят, зубы все. Ликвидаторы аварии совершили безмерный подвиг, рискуя своим здоровьем и жизнью. Им удалось защитить весь мир от последствия ядерной катастрофы и повторного взрыва реактора. В филиале Донского педагогического колледжа стартовал 10-й юбилейный фестиваль искусств, который с каждым годом становится все популярней среди жителей Ростовской области. Сегодня в Азовском филиале Донского колледжа в рамках Года культуры стартовал 10-й юбилейный фестиваль искусств. На фестиваль приехали участники из 15 районов и 10 городов Ростовской области. С приветственным словом к присутствующим обратился директор Донского педагогического колледжа профессор Олег Степанов. Может быть я не стал баймистом, но на всю жизнь, ну во-первых, не потерял любовь к музыке. Почему? Потому что, наверное, почувствовал и понял, что музыка, искусство, да и любое достижение в жизни человека это огромнейший труд. Студенты Азовского филиала Донского педагогического колледжа торжественно встречали участников фестиваля. Выступление артистов пройдет в пяти номинациях инструментальное исполнительство, сольное пение, теория музыки, изобразительная деятельность, декоративно-прикладное искусство и от учебы к открытию. Победители будут награждены призами и дипломами. Валентина Сираж, Любина Ульхина, Азов, Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа Бум детской студии Кул ТВ-шоу. Хороших вам выходных. До свидания. 26 апреля ясно. Температура днем плюс 14, плюс 18 градусов. Температура ночью плюс 8, плюс 11. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 46%. Уровень воды в реке Дон на 3 сантиметра ниже нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 6 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова